Вы знаете, почему я так смеюсь? Я сейчас объясню. Естественно, эти материалы вы сможете также увидеть на ютюбе. Никаких проблем. Самое забавное, что на ютюбе есть товарищи, которые решили меня чем-то приколоть. То есть они не думают, что я занимаюсь на телевидении. Извините, господа, на телевидении я уже 23 года работаю, и первый телевизионный сюжет как раз был 22 года назад. Ну, чтобы было понятно. Вопрос номер два. Почему я так прикольно отношусь к телеведущим? Я прекрасно понимаю, что у них кукушка улетает напрочь. То есть, в принципе, они обыкновенные люди такие же, как и мы. Не надо рассказывать сказки. Вот, кукушка у них уезжает. Да, бывает такое. То есть у меня не уезжает кукушка, потому что я работаю уже не только на телевидении, еще и оператором работаю, и видеинженером. Я просто смотрю, как у людей кобыздок отваливается. Нормально все. Программа автостоп. Ну, чтобы доехали, да? Она уже 16-й год в эфире, как-то так. Ну, понять не надо, что... Чуть-чуть мы тоже в телевидении работаем. Почему мы приехали сюда, на улицу Полевую 2? Ну, пункт номер один. В действительности. Я также езжу на автомобилях. В действительности. Мои коврики также в никаком состоянии. Вариант номер три. Мне говорят, почему я ничего не выбрасываю? Потому что я не люблю. Я в Америку съездил, и мне это дело показалось, что американцы, извините, так не как на улице, как мы. Поэтому все, что нужно в машине, и это нужно в машине до мусорки, естественно. После этого все в мусорку и выбрасывается, и вот так мы ездим. Что касаемо вот этих замечательных ковриков. Представляете, они идеальные коврики. Вы можете заказать себе любой. Поставить его спокойно и ездить долго-долго. Даже если что-то внезапно случилось, в любом случае здесь идет маркировка. То есть вы приезжаете на своей машине. То есть я, допустим, приехал на японце, да? Вряд ли они смогли бы сделать это для нормального японского автомобиля. Я заказываю, и все это точно в наличии делается здесь. Вы понимаете? К слову, если мы хотим что-то круто сделать, я могу целиком заказать себе. Есть такие машины, у которых нету полика. Ну, бывают такие. То есть вы сюда приезжаете, вы заказываете, и после этого никаких проблем не возникает. То есть если что-то даже случилось, вы это просто меняете на новое, и все. Да и это будет, да и то будет. И поверьте мне, на территории России бывают и пылевые бури. И по сути в таких условиях живут только жители моей любимой страны. Под названием Российская империя, а далее СССР и нашей республики. По одной простой причине, больше никто в этой стране жить не может. 97% населения живут в тропике, в субтропике. И только мы, и только мы живем в нашей ненаглядной и очень холодной стране, где зима месяцев 9 получается, а лета по сути-то и нету. Ну и что теперь нам нужно сделать? Естественно, мы ездим на наших машинах. Естественно, мы в них садимся. Естественно, мы не хотим, чтобы наши машины внутри выглядели, ну, скажем так, не очень вкусно. И мы вам представляем новые коврики, сделанные естественно для вас, мои ненаглядные россияне и гости нашего города из регионов СССР. Я прекрасно понимаю, что Мерседес крут. Да, согласен. Вопрос другой возникает у нас, да? Даже в Мерседесе у него есть внутренние коврики. Но сегодня, сейчас мы о чем говорим? Что это, в принципе, мы где живем? Мы живем в России. Да, конечно. А в России немножко все по-другому, да? Эти коврики, ну, извините, уже никакими становятся, да? Сегодня, сейчас мы какие коврики выбрали? Эва, коврики Эва. То есть я посмотрел внимательно на ваше водительское сидение, там даже дырочка специально сделана? Да, сделали специальные бюверсы для крепления, чтобы все было... Это все делается здесь? Все делается здесь, чтобы было все максимально штатно и практично. То есть мы можем говорить, что, в принципе, разницы-то никакой нету. Но качество выше. Качество выше и лучше, все по размерам сделали. Все остается в ячейках, все легко вытряхается, все легко моется. Говорим о том, что, в принципе, на новых машинах вы можете себе эти коврики поставить? Да. Какие коврики были изначально? Велюровые. Чем они понравились? Мне понравились тем, что когда дождь, снег, как бы в машине сырости, и как бы запах вот этот, ну как бы он немножечко смущает. А в этих ковриках, как бы, ну сами видите, да, они как бы, во-первых, они каучуковые, во-вторых, у них есть отверстия, в которые вода стекает, зимой она замерзает, то есть коврик вытаскиваешь, обобиваешь, и как бы в машине ни сырости, ни запаха, все очень хорошо. То есть мы говорим о том, что в век 21-й, второе десятилетие нам кое-чего-то предложил гораздо более интересное, чем это должно было быть в автомобилях. Конечно, жалко, что мы эту машину не можем вам показать, потому что все-таки это машина, сделанная в России. Почти в России. Почти в России, да, скажем так. У нас ее собирают, да? Но те, наверное, вы недавно купили, я смотрю, номера-то вообще уже последние, ха-шки, да, немножко осталось, и посмотрим, что там будет. Наверное, 276, я не знаю, что там дальше будет, 274. Ну да ладно. То есть вы приехали сразу же сюда, и все это сделали здесь? Да, здесь все полностью. Вначале еще сделал салон, а потом посмотрел, поездил, сделал в багажник. То есть это бы просто красиво, да? Теперь вопрос вот спереди, да? Мы посмотрели спереди. Вы их месяц не вытряхали? Да, месяц. Месяц не вытряхали коврики. Наши, ну, в принципе, я не обратил внимание, что там какие-то возникают проблемки-то. Да никаких проблем, в принципе, и погода, дождь, грязь, в машине чисто, хорошо, удобно. Удобно, да? Тем более вы еще кое-что сделали новое. Ну да, то, что под ногу, отдых там сделали. А этого же не было, правильно? Никого не было. Только сами сделали, да? Да. То есть вы можете одновременно еще что-то показать, да? Да. Круто. И здесь, и еще и в городе. Ну, наверное. А меня это больше всего беспокоит, понимаете? Ведь не в каждом городе таких штуки существует, а у нас есть. Ну, есть у нас. Это намного выгоднее, чем заказывать через интернет. И подешевле, и примерка тут же на месте, и все. То есть и отношения изготовить. Хорошие. Хорошие. Тем не менее, хороший китайский автомобиль. Да, хороший. Я сейчас говорю, потому что мне тут начинают втыкать. В интернете тоже у меня известие есть такое. Мне говорят, что китайские автомобили, они не хороши, что они бьются. Я говорю, нормальный автомобиль, ничего с ним не делается. Он так же и 10 лет пройдет, и 20 лет так же пройдет. Это не то, что наша машина. Да, наша гораздо хуже, чем китайский автопром. Вот 4 года пока практически, ну, никаких проблем. Никаких проблем. Вы заехали сюда, да, я вижу, что на вашем заднем сидении тоже ребеночек существует. У меня тоже ребеночек существует. И коврики он у меня, извините, угваздывает. Вы новые коврики поставили, это красиво? Очень красиво, и они как бы практичные. Они там ячья, я их не достаю, не мою. Не достаете и не моете? Нет, я грязь стряхнул в ячью, и все провалилось. Я пылесосом пропылесосил, сверху обтер, и он опять идеальный. Супер. Да? Как вы уже поняли, машин много. Машин разных, да и время-то другое. Я внимательно посмотрел на эти коврики. На коврах грязь, на коврах машины нет. Потому что все впитывается. Мало того, обратите внимание, луж нет. Да и если они есть, то минимальные. Просто снимаете, просто обтрясаете, просто садитесь и ездите далее. Круто? Конечно. Мало того, все это делается для вас в Магнитогорске. Материалов разных моря. Выбирайте сами. То есть, круто подчеркнуть красный. Делаем красные коврики. Круто отделать для женщин и для мужчин. И это пожалуйста. Круто сделать ваш помятый коврик. Ну, или может быть вы его просто потеряли. Да не стоит ехать и покупать новые коврики на весь ваш автомобиль. Из ваших архивов поднимут и сделают. Да и где все это делается? На улице Полевой 2. К слову, есть еще и страничка ВКонтакте и телефоны тоже. Вот как-то так и получается. Куда мы приехали? Мы приехали на улицу Полевую 2. Ну, с другой стороны улицы Полевая 2. Здесь ходят автобусы для тех садов, которые расположены на Богатом острове. Так что вы в принципе знаете. Как сюда доехать, вообще никаких проблем не существует. Город Магнитогорск, он реально маленький. В этом городе Магнитогорске вы здесь сейчас заказываете себе коврики. О, очень хорошая тема. По одной простой причине. Я очень люблю тех, кто в городе Магнитогорске занимается изготовлением. Вообще, если честно понимать, мне не сильно нравится общаться с людьми, которые перепродажей занимаются. Вот те, кто изготовлением занимаются. Для них и цены, естественно, небольшие и все остальное. Потому что это делается для вас. Как мы уже вам показали, что в любые машины, и в новые в том числе, вы ставите эти коврики. И даже не парьтесь, они прекрасно у вас работают. При этом сохраняя чистоту в вашем салоне.